приветствуем вас наши дорогие зрители на канале криптокомманс добрый вечер с вами очередной выпуск newsbook крипто с порцией свежих и актуальных новостей определенно вы уже все знаете о том что произошло с ценой биткоина но возможно кое-что важное осталось за кадром и именно это поможет вам лучше разобраться в происходящем и точнее понять чего ожидать в будущем и так сегодня выпуске космические силы сша призывают министерство обороны сша использовать bitcoin на это последовала незамедлительная реакция кэти вуд и джона дитона учредитель и управляющий партнер токен bay капитал люси газморариан комментирует ситуацию происходящую на рынке рост рынка криптовалют до 18 месячного максимума вернула институциональный аппетит жертвой атаки отравленных адресов пали более 21 пользователя кошелька сейф валют и это количество продолжает расти и завершить наш выпуск анализ рынка от а его он так оставайтесь нами и так срочные новости космические силы сша призывают министерство обороны использовать bitcoin на это последовала реакция кэти вуд а также джона дитона ведь майор космических сил сша джейсон лоури выдал новый взгляд на биткоин согласно открытому письму совету по инновации министерства обороны сша расширяя его влияния далеко за пределы финансовой сферы и охватывает сферы обороны и кибербезопасности генеральный директор арк инвест кэти вуд отметила что принятие министерством обороны биткоина в качестве в кавычках компенсирующей стратегии имеет потенциал в кибервойне и обороне отметив также что это в кавычках важные доказательства концепции биткоина джон дитон юрист и хорошо известный в крипто сообществе голос представляющий 75 тысяч держателей xrp также отреагировал на слова майора космических сил сша джейсона лоури сказав что в кавычках это будет оптимистичное событие для биткоина и других криптовалют proof of work что ж помните старую фразу что во время реального бычьего рынка начинают о крипте говорить буквально из каждого утюга так вот из утюга пока говорить не начали но министерство космических войск и никого нибудь а целого сша не это ли отличные новости для крипто мира продолжает наш выпуск сегодняшнее интервью bloomberg тв основатель и управляющий партнер talking by капитал люси газмарарян которым она кратко дает оценку текущей ситуации происходящей на рынке люси сейчас на рынке превалирует ожидания того что процентные ставки потенциально в следующем году начнут сокращаться но более серьезные события с точки зрения крипто рынка это приближающийся халвин биткоина когда вознаграждение майнеров производящих блоки содержащие транзакции сократятся вдвое что вызовет шок предложения но на мой взгляд самая вдохновляющая ситуация которая уже видна на горизонте о которой мы много говорим это одобрение всех заявок и теев и говоря более конкретно spot и теев для рынка сша ведь и теев доступны не только в нашем рынке но и за рубежом главная идея которой заключается в том что деньги институционалов и рыночный капитал сша получит законный и официальный доступ причем мгновенный к получению биткоина так что ожидания невероятно высоки что может отнести биткоин на такие высокие уровни которые мы ранее еще никогда не видели так что имеют место ожидания огромных институциональных игроков вскоре заходящих в рынок о которых очень много говорили и которая скоро произойдет и возможно биткоин поднимет на невиданные высоты люси большое спасибо что же определенно предвкушение больших денег сильно подогревает рынок а с учетом явного и напористого желания крупных институциональных игроков зайти в рынок такая реакция рынка маловероятно является спекуляцией но самое главное здесь в том что крипто рынок продолжает притягивать взгляды и внимание а это как мы знаем очень хорошо для быков и не очень для медведей движемся дальше рост рынка крипто до 18 месячного максимума вернул институциональный аппетит институциональных инвесторов охватила лихорадка по спотовым биржевым фондом биткоина в результате они снова начали вкладывать в крипто по словам управляющего фондом coin shares на прошлой неделе в институциональных фондах криптоактивов наблюдался самый большой еженедельный приток с конца 2021 года за неделю был зафиксирован новый рекорд поступлений в 346 миллионов что является самым высоким показателем за последние девять недель более того возвращение институциональных трейдеров на рынке крипто деривативов прокомментировал руководитель отдела криптовалютных продуктов cme джованни вичоза увеличение объема и открытого интереса является цитата явным признаком того что институционалы начинают заходить сказал он также по данным coin shares новый приток средств увеличил объем активов находящихся в управлении до 18-месячного максимума что составило 45 и три десятых миллиарда долларов аналитик bloomberg и тех джеймс эйфорд ожидает что спотовые биткоин фонды будут одобрены на второй неделе января и тут пожалуй главное не то когда его одобрят в январе или феврале а то что маховик уже раскручен и деньги институционалов в рынок уже начали поступать остается только догадываться что же будет когда spot bitcoin и тех одобрят и ворота откроются буквально в прямом смысле пользователи кошелька сэйфуаллет подверглись атаке отравления адреса жертвами стали уже 21 пользователь и это количество продолжает расти пользователи кошелька сэйфуаллет столкнулись серьезные угрозы ведь только за период с 26 ноября по 3 декабря опытный в атаках по отравлению адресов криптохакер успешно украл более 2 миллионов долларов у 10 пользователей а еще похоже что последняя атака по отравлению адресов было организовано тем же злоумышленником который взломал флоренс финанс протокол по кредитованию активов из реального мира мошенническая схема строится на создании адресов с полностью совпадающими начальными и конечными символами в результате чего жертва неосознанно отправляет средства на мошеннический адрес не проверяя его полностью но что представляет собой отравление адреса в отличие от обычного скама для отравления адреса используется невнимательность пользователя когда вы совершаете обычную транзакцию злоумышленник перебором находит адрес очень похожий на тот который используете вы и обычно полностью повторяющий начало и конец вашего адреса затем он с этого адреса отправляет маленькую транзакцию на ваш кошелек в результате чего транзакция остается вашей истории в дальнейшем расчет делается на то что вы по невнимательности скопируете из истории адрес очень похожий на ваш но на самом деле это будет адрес злоумышленника и по ошибке отправить и средства на него звучит глупо но на самом деле на эту ловку многие попадались но еще больше проблемы может быть услуга некоторых сервисов когда они умышленно укорачивают адрес отображая лишь только начальные и конечные символы в результате такой адрес проверить еще сложнее и вот почему эта новость так важно всегда при осуществлении транзакции проверяйте не только начало и конец адреса но и середину а лучше всего проверять 45 элементов различных мест адреса тогда вы минимизируете риски потерять ваши средства и завершает наш выпуск аналитика ситуации происходящей на рынке от айвана лилджиквиста айван привет дружище расскажи нам что хорошего происходит в мире крипто здорово лучше что есть в крипто то что если вы выучите ребята базовые вещи рынка и если будете побычи смотреть на обычай рынок особенно на ранней стадии и всего лишь будете следовать тренду и если вашей целью будет являться заработок в этой индустрии то это будет на самом деле даже проще чем многие из вас думают я вам сейчас расскажу наше видение следующего движения но по биткоина я прямо буквально сейчас к этому переду прямо для биткоина вот смотрите сейчас следующим движением будет направление к 48 к это верхняя часть вот этого канала и это то что я уже очень и очень давно на протяжении нескольких недель вам говорю нас ждет пампа в этот верхний диапазон данного канала и в этот момент мы можем здесь находиться какое-то время может быть даже до халвинга мы помпанем вот сюда а затем до халвинга возможно пойдем в боковике посмотрим но мой сценарий номер один о котором я говорил говорил и говорил это верхний диапазон теперь как вы видите мы как бы достигли наших целей этого восходящего треугольника что означает возможность образования некоторые паузы недолго но если мы укрупним картинку и посмотрим на приближающиеся недели может быть 10 дней то очень большая вероятность я думаю достижение 48 к вот такие дела а иван спасибо довольно здоровый подход пониманию того что происходит и мне нравится твой контекст того что ты по сути и говоришь тренд это твой френд что ж дорогие зрители и на этом мы заканчиваем наш выпуск надеемся что он был вам интересен и полезен поэтому очень будем признательны за ваш лайк и подписку на канал а если вообще прям зашло то напишите об этом комментарий ну а если что-то не так то все равно об этом напишите ведь мы внимательно читаем каждый комментарий и учитываем при подготовке наших выпусков все что вы пишете так что хорошего вечера и до встречи в следующем выпуске